Уважаемые слушатели, приветствую вас вновь. Мы продолжаем курс лекций по культурологии. Лекция сейчас называется «Семиотика культуры». Для вашего удобства я предлагаю перейти к демонстрации экрана. Итак, уважаемые студенты, приветствую вас вновь. Мы продолжаем курс лекций по культурологии. Тема сейчас «Семиотика культуры». Для вашего удобства предлагаю перейти к слайдам. Семиотика культуры. На вашем слайде примерный план работы, по которому мы будем работать. Итак, примерно во второй половине 20 века в рамках семиотики возникает явление семиотика культуры. Это прежде всего позволило такие явления, как язык и культура, трактовать как явление одного порядка. На самом деле, еще задолго до того, как происходит лингвистический переворот в науке, о котором мы говорили на прошлом занятии, ученые задумывались над природой языка и о том, какую роль язык играет в становлении человека. В качестве основного параметра антропогенеза язык рассматривал немецкий философ Эрнст Кассивер. Он является основателем науки о знаках семиотики. Так вот, язык, согласно исследователю, это такой вид деятельности, который выделяет человека из природного существования. Точнее говоря, язык у Кассивера – это символическое деятельность. Получается, что концепция в его культуре предстает как созданная человеком символическая среда, некая надприродная реальность. Это среда, которая стоит между человеком и между реальностью. Мы можем по аналогии сказать, что это что-то вроде буфера. Это как бы опосредующее звено, которое помогает человеку вживаться в мир и которое помогает человеку познавать мир. Что есть человек? – пытается ответить Кассивер и размышляет. Мы не можем определить человека через его сущность, потому что мы не можем найти такие свойства и качества антропоса, которых не было бы у животных. Мы не можем определить человека через способности и инстинкты, потому что они свойственны также и животному миру. И поэтому он предлагает определять основу человеческого бытия через деятельность. И его определение следующее – человек – животное символическое. То есть умение создавать символы, отличая человека от всех других живых существ. Если животное непосредственно воспринимает окружающую действительность, человек создает вокруг себя знаковую среду, что и является культура. То есть он воспринимает мир не напрямую, как это делают животные, по типу стимул, реакция. Он воспринимает мир опосредованно через образы, которые возникают в нашем сознании. Чувственные представления, вызванные, скажем, нашими зрительными реакциями, вкусовыми ощущениями, закрепляются у человека в понятиях. И с помощью этих понятий можно обучаться, можно обучать и передавать свой опыт. Понятия фиксируются в знаке. Это может быть слово, это может быть жест. И словом человек выстраивает символы, которые позволяют ему осознавать и понимать окружающий мир. Кассирир говорит, что это ментальная активность, обусловленная духом. Именно она заставляет человека создавать язык, именно она заставляет творить искусство, науку. И это и есть культура. Все виды символической деятельности в культуре создают образ мира. И Кассирир говорит о трех этапах эволюции символических форм. И первый этап он называет миметическим. А слово «мимика», греческое слово «миметис» обозначает подражание. На этом этапе знаки не отошли от природных форм. Они близки им по начертанию, по акустическому звучанию. Здесь уместно вспомнить теорию происхождения языка звукоподражательных. Песненные знаки первоначально представляют собой не какие-то абстрактные символы, которыми мы пользуемся сейчас, буквы, а это рисунки, которые воспроизводят понятия. То есть знак похож на то, что он обозначает. Вторая стадия Кассирир называет аналогической. Это этап, на котором знаки не повторяют прототип, но все-таки сходство есть. То есть в знаке фиксируется какая-либо значимая выразительная деталь. Такая деталь, которая способна закрепиться в памяти, которая вызывает ассоциацию. Например, когда в наскальных рисунках мы видим изображение головы с рогами, мы сразу понимаем, что это бык. Нет полного воспроизведения облика животного, но есть знак, который и отображает целое. И еще одна стадия, последняя стадия у Кассирира – это символическая стадия. Это когда сходства с обозначаемым предметом вообще не существует. Нет никакой связи. Нам не удается обнаружить в знаке никакую связь с предметом. То есть знаки абстрактны. Поэтому их сложно прочитать, их невозможно прочитать, если ты не обучен этому. Мы, к примеру, если видим натюрморт, который нарисовал художник другой культуры, то мы его поймем в любом случае, потому что это живописный образ, и он является миметическим знаком. То есть в нем изображен предмет, который похож на самого себя. Символическая система выступает посредником познания. Она помогает человеку понять природу, но затем, когда символы усложняются, они отделяют человека от истины. Об этом говорит Кассель. Он говорит, что культурные творения человека, чем богаче и чем они разнообразнее, тем они дальше уводят человека от Бога. Это, конечно, философская проблема, на ней мы не будем останавливаться. Но здесь важно уяснить следующее. Чем сложнее символы в рамках каждого вида деятельности, тем менее доступными для понимания они становятся. Это затрудняет общение представителей разных культур. Поэтому в современном мире попытка понять другого расценивается как человеческое качество и отождествляется с человечностью. Значительные достижения в области симеонской культуры были получены Лотману. Он предлагает рассматривать любую культуру как текст. Текст, который необходимо научиться читать. И тем самым постепенно мы раскрываем отдельные символы и можно реконструировать целостную картину. Картину о какой-то эпохе, картину о каком-то народе. Лотман говорит, что культура – это социальная информация. Она сохраняется и накапливается с помощью знаков. И культура между собой различается тем, как в них кодируется и придается информация. И он различает два вида человеческого общения, имеет два типа. Это противопоставление «я-он» и это противопоставление, наверное, не совсем удачное слово, но вот диалог «я-я». «Я-я». Когда «я-он», то здесь подразумевается передача информации. То есть, а когда «я-я», то подразумевается переформулировка информации. В одних культурах господствующей тенденцией является как раз-таки на передачу сообщений, то есть «я-он», а в других – на автокоммуникации. Допустим, когда мы говорим «античная культура», то мы как результат чужих умственных усилий. И тогда мы можем говорить о пассивности получателя информации. То есть, Лотман приводит пример, что, скажем, тот, кто читает европейский роман, он пассивен, чем тот, кто слушает восточную сказку. То есть, возникает такая тенденция к умственному потребительству. Это очень опасная сторона культуры. То есть, такая односторонне ориентированная получение информации. Нужно сказать, что культура, где развита эта тенденция «я-я», то есть автокоммуникация, мы здесь наблюдаем большую духовную активность, и она побуждает носителей к самосовершенствованию. Но здесь мы наблюдаем заниженный научно-технический прогресс. И далее, о чем нам нужно поговорить, это культурный код. Культурный код – это система знаков. Необходимость в культурном коде возникает тогда, когда происходит переход от мира сигналов к миру смысла. Код позволяет проникнуть на смысловой уровень культуры. Вообще, в культурологии понятие культурного кода используется в качестве ключа к пониманию культурной картины мира. В качестве примера культурного кода я могу привести систему имен. Имена носили сакральный смысл. Часто вообще предмет назывался даже двояко. И мы знаем, что есть два имени. Одно имя истинное, другое общеизвестное, поскольку имя неотделимо от сущности. И вот с именем можно совершать в древности магические ритуалы. Наиболее уникальной и знаковой системой, как мы с вами говорили на прошлом занятии, является язык. И культурные коды присущи всем языкам культуры. Найти их сложно, но именно культурные коды помогают привести глубинные смыслы культуры на уровень выражения. На этом все, уважаемые студенты. Поговорим об этом подробно на семинарах. Продолжение следует... Продолжение следует...